Еще и ютуберских ребят, которые, возможно, все это будут смотреть завтра или когда я там выложу этот ролик. Потому что много о чем есть поговорить. Вот реально много есть о чем поговорить. Когда была отставка Цорна и, соответственно, Цинбауэра, да, в этом стало известно уже сразу непосредственно после матча в Сочи, думалось о многом, думалось о разном, кого могут пригласить. Совершенно не хотелось, совершенно не верилось в кандидатуру Юрана, чуть больше верилось в кандидатуру Талалаева, который был свободен на тот момент. И в целом много разных вариантов было перед руководством Локомотива, чтобы, соответственно, вытянуть Локомотив из болота, с 14-го места, на котором Локомотив оказался, ну и начать более-менее зарабатывать очки. Потому что я уверен, и многие об этом говорят, что у Локомотива хороший состав. У Локомотива состав, который позволяет бороться там за высокие места. И толпа тренеров, которая выстроилась в стройный ряд после того, как произошла отставка Цинбауэра, тоже говорит о том, что, ну, много желающих пойти работать в Локомотив. И, ну, мне казалось, то, что, ну, вот, Цорн немножечко подсошел с ума после 24-го февраля. Поставил все на Компера, поставил все на Цинбауэра, на людей, которые, ну, непонятно вообще, почему эти люди могут руководить Локомотивом Компера, у которого вообще не было никакой, ну, ни тренерской лицензии, ни какого-то обучения в тренерской школе, ни опыта работы с командами, ничего не было. Просто решили, что Компер, потому что он там месяц поработал помощником Гиздали, достоин возглавлять Локомотив. Ну, окей, да, можно было только довериться Цорну, но, как мы поняли, ничего за этим не стояло. Потом он решил довериться Цинбауэру, да, тоже можно было летом взять и, ну, окей, там с Компером не очень получилось, давайте мы возьмем тренерский штаб, уже нормальный, да, можно было из Европы летом в июне выписать тренера со своим тренерским штабом, который что-то сделает, да, как Динамо выписал Йокановича, как Спартак выписал Абаскаля. В целом, да, ну, понятное дело, что тяжело, понятное дело, что не каждый пойдет в Россию работать в эти времена, но, тем не менее, вот мы видим примеры двух команд из Москвы, которые попробовали и нашли. Мы взяли, ну, Йоканович тоже так себе история, я много раз говорил про то, что Динамо мне не нравится, но, тем не менее, да, можно было это сделать. Почему взяли Цинбауэра? Нет объяснений. И потом же, уже в сентябре, Цорн доверился Цинбауэру. Казалось то, что, ну, вот, Цорн уйдет и возьмутся за дело люди, которые все-таки каким-то более рациональным методом подойдут к поиску тренера. В итоге рациональности я не вижу вообще никакой. То есть рационально поставить Мишаткина, потому что это даст вам выигрыш по времени для поиска тренера не прямо здесь и сейчас, не в течение, там, трех дней, если уж по каким-то причинам оказалось то, что никто в Локомотиве даже не думал о том, что нужно искать тренера. Ну, поставьте, да, там вот как обычно это делают, как я тоже приводил пример, что Краснодар после того, как Фарки ушел, взяли и поставили тренера из молодежной команды. И этот Старожук у них, в общем и целом, завозит нормально очки. Да, не битва там за чемпионство, но для состава Краснодара играют вполне себе хорошо. Так все делают. Вот вам нужно выиграть время, вы ставите некого промежуточного тренера. В данном случае поставили Федорова, но для меня это тоже абсурд. Я, конечно, всеми руками за Мишаткина. Ну и дальше ищите тренера. Пускай там к зиме это будет там Галактионов, если он будет свободен, и у него будет предсезонка и вот это все. Или еще кто-то освободится, или вы найдете в Европе какого-нибудь хорошего тренера. Но зачем нужно искать тренера за три дня, за пять дней, за неделю, когда вы можете сами себе время выиграть вполне себе в гораздо большей степени? Нет, нет. Мы нацелились на Галактионова. Судя по всему, уже определились с кандидатурой. Только есть маленькая, блин, загвоздка. Этот Галактионов тренирует парей НН. У него есть контракт, и от этого контракта его не очень хотят освобождать. И почему Локомотив решил вцепиться в Галактионова, у меня в голове просто не укладывается. Я не понимаю этого. Галактионов нормальный тренер. Да, я знаю Галактионова гораздо дольше, чем многие из тех, кто следит за футболом. Потому что Галактионов тренировал в Академии Динамо. И я, ну, неоднократно увидел его за работе еще в команде Динамо 97-го года рождения. Я ездил брать у него интервью. И да, это хороший тренер. Да, он хорошо работает с молодыми футболистами. И, конечно, сборная, молодежная сборная тому яркий пример. Потому что действительно матч с Испанией, который проводила молодежная сборная России, был чем-то прям очень крутым в московский матч. Да, был еще испанский матч. Там нас, по-моему, испанцы разбили на голову. Но московский матч был прям очень крутым. И мы действительно с позиции силы Испанию эту самую и обыграли. Было много моментов. Забил Тюкавин. Могли еще забивать. Но, тем не менее, если мы говорим про профессиональный футбол, не про то, кто пойдет молодежку Локомотива тренировать, не про то, кто там Казанку будет тренировать. Окей, если бы Галактионова в Казанку поставить, я был бы просто суперсчастлив. Но мы говорим о том, кто будет тренировать Локомотив. Мы будем говорить о том, кто будет добывать результат и преломлять ситуацию, которая случилась с Локомотивом сейчас. Команды находятся на 14 месте и после 12 матчей имеют 9 очков. Это супермало. Это невероятно мало. И нужно найти подход к достаточно сильным, звездным, в том числе, игрокам, для того, чтобы взять и вытянуть их за шиворот в места, более-менее нормальные и более приемлемые для Локомотива. У Галактионова нет такого опыта. Галактионов не работает на результат. Галактионов, когда приходил в пари НН, он первое, что сказал, мы не будем играть на результат. Галактионов, когда вот я сегодня пересматривал коммент шоу с его участием, и он говорит, да, мы проиграли. Это было еще в начале года, когда он еще не был в пари НН, и это было по выступлению молодежной команды. И он говорит, да, мы проиграли Франции, но зато мы не играли на результат. Мы играли от себя. У нас что-то не получалось. Мы проиграли, но зато мы показали, что умеем играть в футбол. И это, конечно, все очень хорошо, и это все очень приятно звучит, но когда от тебя не требует результата. Сейчас от Локомотива в первую очередь требует именно результат. И, ну, я не понимаю этого. Блин, я на Wi-Fi, да, сижу? Если я сейчас просто переводкну кабель, это как-нибудь изменит? Или уж сидеть на Wi-Fi? Ну да ладно, вроде пока только обостанца жалуются. Вроде остальные говорят, все нормально. Да, надо не забывать, конечно, включать провод. Короче, короче, я нормально отношусь к Галактиону. Я думаю, что это нормальный тренер. Я думаю, что в иной ситуации приди Галактионов к нам в июне, ну, это было бы абсолютно логичный и нормальный ход. Приходят Галактионов и начинают... Звук. Звук-то я вообще не трогал. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Починил? Окей. Окей, окей. Видимо, кабель тронулся. Да, извиняюсь, извиняюсь. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо большое за подписку Олейников. Спасибо большое. А или нет? Нет, это просто меня это... Вас-то троллит. Короче. Не важно. Но если кто хочет подписаться и кто может подписаться, всех прошу это сделать. Будет очень-очень приятно. Тем более, что вроде не самые большие деньги. Ладно. Сбился с мысли, со всеми этими техническими неувязками, техническими проблемами. Я говорил о том, что Галактионов нормальный тренер. Что придет он в июне, придет он в июле. Тогда, когда нужно было принимать решение, когда нужно было увольнять компера, я бы слова против не сказал. Это выглядело бы логично. Как раз курс на молодых. Как раз Галактионов отлично этих самых молодых развивает. И вот у него будет время на то, чтобы познакомиться с командой, на то, чтобы нормальный результат показать. И окей. Сейчас этого времени нет. Сейчас Галактионову нужно прийти в команду, которая плохо готова. Команду, в которой очень плохое моральное состояние. Команду, которую нужно прямо здесь и сейчас обучить играть в футбол, чтобы начать зарабатывать очки. Ставить игру, красивую игру. Это вот можно уже куда-то на январь перенести. Когда будут сборы, когда будет время, когда будут товарники. И вот тогда попробовать что-то делать. Справиться с этим Галактионов? Да может быть и справиться. Я не знаю. Но рациональности в этом решении нету никакой. Это опять авось. Это опять мы пытаемся вытянуть какой-то счастливый билет. Непонятно, на что ориентируюсь. Я этого не могу понять. Почему руководство не хочет сами себе облегчать задачу? Почему руководство... Ладно, там все именно не хотят поставить, потому что там какой-то конфликт с Белозеровым и все такое. Да? Но есть же варианты, которые чуть более логичны, чуть более разумны, чем тот же Галактионов, который к тому же, к тому же и не свободен. То есть ладно бы там Галактионов просто, вот как на начало июня, был свободным. То есть вот есть тренер молодежной сборной России. Почему бы его не попробовать? Нет. Мы пытаемся решить вопрос с губернатором Нижегородской области. Ради чего? Вот меня больше всего раздражает то, что я не понимаю и не слышу ответов от Локомотива. Я не слышал их при Цорне. Ради чего ты ставишь Компера? Я вот помню, что 24 февраля я писал заметку, что вот ну ради чего? Вот почему? Чем Компера лучше, чем Мишаткин? Человек, который никогда никого не тренировал. Русский язык не знает. Локомотив знает только по паре месяцев работы с Гизделем. Почему этот человек ты считаешь лучше, чем российский специалист? Ответа не было. Просто какие-то бредни о том, что вот мы смотрим на его тренировки и нам нравится. Потом такие же бредни относительно того, как нанимали Цинбаура. И я еще через Ваню Нирвану вот на ту встречу с плутника с болельщиками задавал вопрос. Вот вы говорите о том, что вы взяли Цинбаура, потому что он смотрит на футбол так же, как Компер, так же, как и вы. Но это же неправда. Компер смотрит на футбол по-другому, чем Гиздаль. Цинбаур смотрит на футбол по-другому, чем Компер. Реально разный футбол эти тренеры пропагандируют. Так почему вы их нанимаете? И в итоге, да, Цорн на встрече вот этих болельщиков-спутников признался, что ну да, вообще-то да. Вообще-то Цинбаур, конечно, совсем другой тренер, нежели Компер, но нам он нравится. Почему? За какие достижения? Что конкретно вы хотите от Цинбаура? Этого не было. И у меня полное ощущение, что этого нету и сейчас. Просто, ой, тренер молодежной сборной, давайте возьмем. Ведь у нас много молодых ребят, и они смогут развиваться. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока на данный момент, если что, Галактионов с парей НН имеет 1,08 очков в российской премьер-лиге в среднем за матч. 1,08. Ну, наверное, Локомотиву нужен такой тренер. Может быть, он именно Галактионов нас спасет, именно Галактионов поведет нас в светлое будущее. Я пока не понимаю. Я пока не вижу большой разницы между назначением Компера, между назначением Цинбаура, между назначением Галактионов. Ну, разве что Галактионов русский, да, он сможет найти контакт с российскими футболистами. Я об этом тоже давно говорил, о том, что, ну, вот полное ощущение, что российским тренерам все-таки проще в России, и каким бы ни был великий там тренер-европеец, просто банально работать через переводчика, она гораздо хуже воспринимается, и результаты, соответственно, тоже гораздо-гораздо хуже. Ну, ладно, это все полбеды. Галактионов так Галактионов, у нас новая беда надвигается. Наша новая беда — это Нагорных. Это человек, который, судя по всему, на следующей неделе придет на место Плутника и, соответственно, развернет в очередной раз вектор развития Локомотива. Не знаю, каким он будет. Я не знаю, будут ли они там менять совет директоров, будут ли они писать новую стратегию. Но очевидно совершенно, что Нагорных и Плутник — это довольно-таки полярные люди, совершенно с разным взглядом на мир. Если Плутник — это европейско-ориентированный чувак из нового поколения, чувак, который пытался построить европейский клуб, но в итоге ничего не получилось и сделал это довольно странным образом. То есть начинал все хорошо, начинал с консультацией с довольно топовыми чуваками, но пришел к тому, что доверился полностью строить Локомотив Цорну, чего, кстати, я тоже очень сильно опасался еще в прошлом июле. Мне нравилось то, что есть Рангник, есть Корнетка, есть люди, которым я доверяю, которые могут построить европейский клуб. Но когда полностью ответственность приложили уже на Томаса Цорна, и когда пошли его первые самостоятельные решения, уже стало как-то не по себе. Нагорных — это человек, который в системе российского спорта с 2005 года, и это именно государственное управление спортом. Это было сначала Москомспорт, потом это было Министерство спорта и преснопамятный скандал с Олимпиадой в Сочи, за который он получил международный бан за организацию допинг, ну, подмены допинг-проп. И затем уже пошел, пристроили его в РЖД, по-моему, он РФСО «Локомотив» немножечко возглавлял, стал консультантом Белозерова по спорту, заменил полностью Мещерякова в... ну, короче, вице-кто-то там по коммуникациям. Насколько я знаю, это уже третья попытка заполучить Нагорных в «Локомотив» за 5 лет. То есть изначально Нагорных планировали в «Локомотив» вместо Геркуса. Вот тогда шли вот такие разговоры, что Геркуса нужно отправить в отставку и поставить Нагорных. Геркуса в отставку отправили, но Нагорных не пришел. Нагорных сказал, что ему это не очень надо, что он полностью доверяет Кикнадзе, а сам лучше войдет в совет директоров и будет в трансферном комитете. Вот, если кто помнит, у нас был такой замечательный трансферный комитет, организованный Кикнадзе, из-за которого мы полностью обосрались на трансферном рынке в течение двух или трех лет, никого толком нормально не купив, никого толком нормально не продав, но зато там были Кикнадзе и Нагорных. Затем Кикнадзе блестяще себе показал, где моя сапка. Не знаю, если честно. Я пока не очень понимаю, как это все работает. Кикнадзе показал, что он умеет, и в 2020 году, когда, собственно, пришли Плутник и Леонченко, ходили очень настойчивые слухи, что Нагорных заменит Мещерякова не только в РЖД, но и, собственно, в Локомотиве. Станет председателем совета директоров, и директором, генеральным директором поставит Николая Ларина, того самого, которого буквально там пару недель назад осудили, арестовали и на три года колонии за махинации, которые он допускал в Чертаново. В махинациях он признался, это факт, но те, кто следили за этим делом, знают о том, что все деньги, которые он таким образом, дополнительные деньги из государства получал, он пускал на, собственно, то же самое Чертаново, на то, чтобы развивать футболистов, и, как мы знаем, из Чертаново уже, во-первых, много профессиональных футболистов вышло, во-вторых, уже несколько сборников, таких довольно хорошего уровня тоже появилось. В 2020 году, собственно, Нагорных должен был заходить вместе с Ларином, но борьбу вот эту подковерную выигрывал Плутник, который пришел вместе с Леонченко. Я не знаю, что ждать от Нагорных, это точно совершенно системный человек, я почти уверен на там 99-100%, что вот эта вот история с поиском молодых европейцев, бразильцев, африканцев и последующих перепродажей, она завершится. Вместо этого мы будем ориентироваться на российских футболистов, на российскую молодежь, на Академию Локомотивскую и... Да, я зайду стрим на YouTube. И, ну, вот будем развиваться в эту степь, как обычно, новая метла будет мести по-новому, ну и мне кажется, да, что человек, который работал в Минспорте, который работал в Москомспорте, который работал в РЖД и в РФСО Локомотив, будет в первую очередь ориентироваться именно на Россию, тем более, что ситуация в мире тяжелая, тем более, что есть изоляция, тем более, что гораздо-гораздо все сложнее стало в плане привлечения футболистов из-за рубежа. Насколько это хорошо, насколько это плохо, я не могу вам сказать. Сам я, в общем-то, люблю Академию Локомотива, я буду совершенно не против, если в Локомотиве будут играть те ребята, которые сегодня забивают голы за Ростов в прошлом матче. Полос, Сельянов и Миронов забили. Как минимум, Сельянова с Мироновым вполне себе можно в Локомотив возвращать. Я думаю, что хуже не будет. Но, в общем и целом, я думаю, что мы будем менять вектор жизни Локомотива. Вы знаете, то, что я сильно болел и сильно переживал за то, чтобы у Локомотива все получилось вот именно по той модели, когда ты покупаешь молодых футболистов, развиваешь их, и через 2-3 года продаешь их. Я до сих пор уверен, я до сих пор думаю, что это единственная жизнеспособная стратегия, которая позволит вывести российский футбольный клуб на уровень, когда он может что-то противопоставить в Европе. Но сейчас Европы нет. Сейчас, наверное, это все уже не настолько важно, не настолько критично для самого Локомотива. Может быть, я и приму, если, опять же, результаты в России, если будут хорошими, и если будет много именно воспитанников Академии, тот же Вадик Райков, тот же Леша Батраков и другие ребята будут выходить на поле и получать гораздо больше игрового времени, чем у них есть сейчас. Не знаю, не знаю. Вот когда в 2020-м Нагорных мог прийти в Локомотив, я слышал много разных слухов со стороны, потому что Нагорных работал в Московском спорте, я работал и работаю в Московской Федерации футбола, соответственно, с Московским спортом имею много пересечений, много тренеров Московским спортовских школ приходили и так более-менее могли что-то рассказать про Нагорных. Они все говорили, что это толковый специалист, что он хорошо помогает, что с ним приятно работать. Не со всеми, не со всеми в Московском спорте приятно работать, но про Нагорных всегда все довольно ласково отзывались. Плюс Нагорных это тот самый человек, который, собственно, дал путевку в жизнь новому Чертанову. Именно он поставил Ларина, ну, помог Ларину стать директором Чертанова и в дальнейшем оказывал ему какую-то, ну, такую моральную поддержку, какую только мог. Вот, не знаю, что будет. Не знаю, что будет, у меня есть скепсис. Мне кажется, то, что, опять же, вот то, как я вижу, как принимаются решения вот здесь и сейчас, не говорит о том, что в Локомотиве как-то сильно меняются правила принятия этих самых решений. А главная проблема, она же как раз и заключается в том, что мы не можем себе сейчас, по крайней мере, РЖД, короче, я не могу себе представить ситуацию, при которой в Локомотив выделяют некоего человека, который получает полную власть над клубом, который живет этим самым клубом, принимает решения и исходит из того, вот как этому самому клубу будет лучше. Последним таким, собственно, был Геркус. До этого Смороцкая отдавали на Откову, до этого Наумову, до этого Филатову, да, там, соответственно, ну, до этого еще Лепатов был. В одно лицо человек рулил, принимал решение, нес ответственность. И он работал только, ну, Лепатов тогда, соответственно, немножко выбивается из этой роли, но у него и не получилось нифига. Они работали только на Локомотив. Сейчас, когда мы смотрим, мы понимаем, что есть условный плутник, у которого должность в РЖД, она простирается на дочерние все предприятия РЖДшные, и где-то там, на углу своего сознания, ему нужно еще принимать какие-то решения по Локомотиву. Кто там что посоветует, кто что у него там в голове, с какой ноги встанет, хрен его знает. И то же самое будет, по сути, с Нагорных, да, его возьмут, он будет руководить Локомотивом в качестве председателя Совета Директоров, но кроме этого у него еще там огромная работа по коммуникациям РЖД, опять же, с регионами, с прессой и со всем таким. Ну и это неправильно. И это изначально порочная структура управления футбольным клубом, потому что футбольным клубом должен управлять человек на полную. У нас, мы прекрасно это знаем, что полномочия Леонченко, они очень серьезно урезаны. Полномочия Цорна распространялись на спортивный блок. Полномочия там Кикнадзе тоже распространялись очень недалеко. Там был еще Мещеряков, который всем рулил, который активно во все процессы вмешивался. И, соответственно, тоже решающее слово оставалось за ним. Возможно, когда-нибудь, возможно, мы снова вернемся к ситуации, когда РЖД просто поставит человека, которому будет доверять и который будет работать только на футбольный клуб «Локомотив» и будет уже неким реально президентом футбольного клуба, реальным генеральным директором, под которым будет спортивный директор, под которым будет академия, будет тренер и так далее. Не знаю, хотелось бы, но я думаю, что мы с вами этого не дождемся. Я думаю, что концепция управления РЖД своими дочерними структурами, она подразумевает именно то, что будет некая шишка из РЖД, который, собственно, и будет заведовать футбольным клубом. Будет это Нагорных? Окей. Я практически не верю, что Леонченко останется при Нагорных, потому что Леонченко — это креатура чисто плутниковская, и зачем он нужен Нагорных, у которого много таких знакомств, я не понимаю. Но я думаю, что останутся какие-то дела, какие-то остаются, которые может решить только генеральный директор. Будет передача этих самых дел, и, ну, может быть, к зиме этот наш руководящий аппарат снова сменится. Все, пожалуй, это все, что я хотел сказать. Сейчас, может быть, еще что-нибудь вспомню, пока почитаю ваши вопросики, видел вопросики, в том числе, про которые хотел поговорить. Ну, соответственно, ставим их на вторую нашу часть стрима.